МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О границе совместных энергопроектах, водопользовании и создании крупного инвестфонда президенты Кыргызстана и Узбекистана согласовали позиции по сотрудничеству. Слушайте и запоминайте. Все, о чем кандидаты в депутаты, будут вам говорить в течение ближайшего месяца. Агитация в рамках местных выборов стартовала. Обновленные дороги на месте деревьев и частных домов. Вторая фаза реабилитации уличной сети начнется уже в ближайший понедельник. Чем и кому это грозит? Пять классов школы, а она уже учитель. Интересный опыт пятиклассницы в самостоятельном изучении английского привели ее к преподаванию своим сверстникам. И теперь об этих и других событиях. Более подробно здравствуйте в эфире новости в студии Елена Кобзева. Множество вопросов и конкретные решения. Таким уже характеризуют обе стороны государственный визит Сады Раджапарова в Узбекистан. Глава государства находился в Ташкенте эти два дня. Вместе со своим коллегой Шавкатом Мерзиёевым и членами делегаций двух республик они обозначили главные вопросы взаимодействия двух соседствующих стран. В их числе и проблемные. Как, например, касающиеся водопользования, завершения демаркации линий границ. Определили торговые перспективы и возможности увеличения коммерческого оборота, а также создания совместных коммерческих промышленных проектов. Главы государств подчеркнули, что разговор в рамках этого визита был детальный, предметный и решительный. Но все так же в духе добрососедства и взаимной выгоды для обоих народов. Конструктивно, доверительно, я хочу сказать, предметно обсудили все актуальные вопросы узбекско-каргызских отношений. Подчеркну, наши братские страны и народы крепко связывают узы многовековой дружбы и добрососедства. Мы являемся стратегическими партнерами, это не просто слова, мы об этом тоже сегодня говорили. Пандемия коронавируса еще раз всем нам показала и доказала, насколько мы взаимосвязаны и нужны друг другу. И мы с Садыр Нургажевичем договорились, что теперь совместная работа наших правительств, министерств и ведомств будут ориентированы на конкретные результаты. И мы договорились, что народы должны почувствовать, что от разговоров мы переходим к реальным делам. Хотелось бы подчеркнуть, что благодаря сложившимся тесным и доверительным контактам, прямому и регулярному диалогу наших государств наблюдается значительная положительная динамика в развитии двусторонних связей. С удовлетворением хочу отметить прогресс в области делимитации крыгоско-узбекской государственной границы, достигнутой в 2017 году, завершившей описание около 85% государственной границы. Считаю, необходимым продолжить переговорный процесс и не снижать набранный темп. Существуют риски по недостаточному накоплению водных ресурсов в Тахтагульском водохранилище. При этом отмечаю, что в целях накопления воды первостепенной важностью для Кыргызстана на данном этапе является осуществление импорта электроэнергии. Надеюсь, что достигнутые договоренности между нашими энергетиками обеспечат бесперебойную работу Тахтагульского водохранилища и попуск воды в Узбекистан в вегетационный период. Мы считаем, что в перспективе в регионе должны быть разработаны и внедрены экономические механизмы водопользования. Важно создать условия для наращивания взаимной торговли путем создания совместных предприятий, логистических центров, свободных экономических зон на приграничных территориях между нашими странами. С удовлетворением отмечу достигнутые договоренности в создании инвестиционного фонда для финансирования совместных инвестпроектов. Благодарю за оперативное рассмотрение и решение данного вопроса. К чему пришли лидеры Кыргызстана и Узбекистана в ходе дискуссии они рассказали на пресс-конференции с журналистом. Сделали совместные заявления о достигнутых договоренностях и позициях, которые должны, как отметил Шавкат Мерзиёев, обеспечить переход от слов к делам. И так, чтобы население двух республик это ощутило как можно скорее. Заявление состоит из 27 пунктов. В их числе, конечно, доведение до логического завершения правового оформления достигнутых результатов по границе. И решение остаточных участков. Активизация экономики, подчеркнули главы государств, невозможно без налаженных транспортных маршрутов. В этой связи есть намерение ускорить реализацию такого давнего проекта, как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. И эффективнее использовать потенциал модульного маршрута Ташкент-Андежанош-Иркиштам-Кашгар. И, конечно, продолжить развивать культурное взаимодействие двух народов. Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана и занимает значимое место в торгово-экономическом сотрудничестве наших стран. Мы также договорились наращивать взаимную торговлю путем создания всех необходимых условий для представителей бизнеса. Кыргызская сторона выразила готовность к совместной работе по увеличению двустороннего товарооборота до 2 миллиардов долларов США. Следует отметить, что в ходе бизнес-форума между представителями Кыргызстана и Узбекистана были подписаны контракты в целях углубления сотрудничества в сфере торговли, а также для улучшения инвестиционного климата между нашими странами. Исходя из многовековой исторической и культурной общности наших родственных народов, мы обсудили вопрос культурно-гуманитарного сотрудничества. Договорились возобновить проведение взаимных дней культуры и искусства в ближайшей перспективе по мере снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, обменялись мнениями по оригинальной и международной повестке. Наметили совместные действия в формате многостороннего сотрудничества. В целом, я хочу подчеркнуть, что Кыргызская сторона удовлетворена итогами составившихся переговоров с высшим руководством Узбекистана и отмечает поступательный характер нашего стратегического партнерства. Вместе с тем, нам предстоит еще многое сделать. Для этого у нас есть желание, стремление и политическая воля. Мы готовы динамично развивать плодотворное сотрудничество с братским Узбекистаном по всем направлениям. Подчеркну, что настоящий визит президента Кыргызской республики мы рассматриваем как важный шаг в деле укрепления доверия и стратегического партнерства, расширения многопланового, практического сотрудничества между нашими странами. На прошедших сегодня переговорах мы открыто, в конструктивном духе обменялись мнением по всем комплексам узбекско-киргызских отношений и актуальным вопросам регионального характера. В этих целях созданы благоприятные условия для активизации деловых контактов. Реализованы новые проекты кооперации в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, общей стоимости свыше 900 миллионов долларов. Наша компания прорабатывает вопросы реализации важных проектов по строительству и совместному эксплуатации гидроэнергетических объектов в Кыргызстане. Это очень серьезные, крупные проекты. Мы очень серьезно поговорили. Мы пошли не на меморандум, а впервые пошли на соглашение. И мы, Садыр Наргужаевичем, конкретно по каждому вопросу нашей пограничных вопросов, описания этих границ, договорились, кто будет делать, когда будет делать. Мы даже срокой определились. В течение трех месяцев мы будем в ближайшее время эти вопросы решать конкретно, без бюрократии, беря на себя оба стороны реальную, серьезную ответственность, чтобы было лучше, комфортно нашим гражданам. Ну и официальным закреплением этих договоренностей стало подписание 22 документов между разными министерствами и ведомствами Кыргызстана и Узбекистана. Пожалуй, одно из самых стратегических – это соглашение о Кыргызско-Узбекском фонде развития между правительствами. Соглашение между энергетическими ведомствами о работе над совместными энергопроектами – особое внимание на которое обратили главы государств. Ряд меморандумов и протоколов, направленных на сотрудничество в экологической сфере, финансовой и спортивной. Уже сегодня Садар Джапаров провел ряд других важных встреч – работать совместно над производством лекарств, средств индивидуальной защиты, открыть предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и развивать переграничную торговлю. То, как это сделать, глава нашего государства обсудил с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Оба отметили нужность создания Кыргызско-Узбекского делового совета, первое заседание которого состоялось в рамках прошедшего в эти дни Кыргызско-Узбекского бизнес-форума. Успел Садар Джапаров обсудить и парламентское сотрудничество наших республик. Он встретился с председателем Сената Али Мажлиса, Танзилой Нарбаевой и спикером законодательной палаты Нурдин Джоном Исмаиловым. Заплатить 400 тысяч суммов и окажешься в первой пятерке. Такие финансовые условия перед своими кандидатами ставят некоторые партии. Вложение крупной суммы может гарантировать члену политобъединения попасть в городской совет. Меньше взнос – дальше место в списке. Такие правила, увы, могут повлиять на конечный состав фракции в Горкенеше. Поэтому избирателям, говорят эксперты в сфере выборов, нужно перестать обращать внимание на обещания, а внимательно прислушиваться к методам реализации политпрограмм, которые партии будут в течение этого месяца до них доносить. Встречи, брошюрки, баннеры и рекламные ролики ждут горожан и сельчан до 11 апреля. Именно с сегодняшнего дня стартовала агитация. Сегодня данный официальный старт агитационной кампании по выборам в городские кенеши в Аильне. Оно начнется уже 22 марта. На центральных улицах нашей столицы увидеть плакаты или фотографии кандидатов партии почти что невозможно. Похоже, они перешли на другие платформы. До выборов местные кенеши, которые состоятся 11 апреля, остался лишь месяц. Совсем скоро кыргызстанцы выберут депутатов 28 городов и 420 сел. В целом, в советы нескольких городов баллотируются 59 политических партий. Напомню, что в прошлом году в некоторые городские кенеши агиткомпания была начата. Но из-за объявления пандемии коронавируса как раз в марте выборы депутатов были приостановлены на неопределенный срок. По крайней мере, до тех пор, пока вирус не даст слабину и не отступит. Согласно введенным новшествам избирательного законодательства, в настоящее время не должны политические партии, кандидаты при проведении собраний, встречи с избирателями, не должны сопровождаться концертными программами, спортивными мероприятиями. Они в избирательном законодательстве уже запрещены. Всего, по словам председателя Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрата Маматова, в начале участвовать в выборах изъявили желание 32 политические партии. Но на день предоставления документов число уменьшилось до 27. Еще два политобеднения внезапно передумали, и в день регистрации 1 марта в окончательный список попали 25 партий, в которых числятся в общей сложности 1800 кандидатов. По сравнению с 2016 годом это почти вдвое больше, ведь тогда в политической гонке принимали участие 15 партий. Также сообщается, что большая часть из нынешних депутатов БГК снова хотят вернуться в свои кресла. Эксперты из своих наблюдений говорят, что в числе кандидатов, много бизнесменов, еще баллотируются те, кто известен хорошими связями. И последние наши изменения в 2019 году депутатом местного кандидата может также быть глава бюджетного управления, финансируемых с места или республиканского, это директора школ и глава врачей больницы. Вот поэтому большая часть, конечно, представлены частные предприниматели, бизнесмены или руководители, есть, конечно, и безработные. Но не только города обновят свои местные парламенты. Более 400 сельских советов ждут своих депутатов. По словам Джейниша Акматова, в одном из регионов лишь в один сельский кенеш баллотируется 101 кандидат. Но наиболее сильная конкуренция все же в городах, причем не только между партиями, но и внутри партий. По неофициальным данным в городе Талас, некоторые партии за место в первой пятерке предлагают кандидатам заплатить по 300-400 тысяч сомов. Например, в Таласе около 10 партий. Оказывается, некоторые партии от кандидатов, которые хотят стать депутатами, требуют большую сумму денег. Все зависит, хочешь ли ты попасть в первую пятерку или же во вторую. И тем самым они привлекают богатых предпринимателей, у которых нет элементарной программы, которые даже не понимают, чем будут заниматься, если станут депутатами. Ведь вы знаете, что партии у нас создаются в преддверии выборов. Их могут создать один-два человека. Но это неправильно. В партии должны быть люди единомышленники, а само объединение устойчивым, имеющим хоть какую-то свою историю. Впрочем, можно сказать, что расценка за оппозицию в первой пятерке списка упали. В 2016 году, например, в больших городах, кандидаты могли выложить и по 8 миллионов сомов. Агитация началась с полуночи сегодняшнего дня. Но кое-кто пошел на опережение, чем и заслужил первые наказания. ТИК сообщило, что в отношении двух кандидатов уже вынесены письменные предупреждения. По одному факту материалы были переданы в координационную группу оперативного реагирования ЦИК для полного изучения материала на предмет подкупа. Агитация обозначена законодательно правилами. Кроме внешней рекламы, видеобаннеров, прошур, плакатов, размещаться со своими предвыборными обещаниями партии отдельные кандидаты будут в СМИ. Статьи, видеоматериалы, а также рекламные видеоролики строго регламентированы. Так, ЦИК сообщило, что для освещения местных выборов аккредитовало 179 СМИ и интернет-изданий. Разворовывают и подвергают вандализму. Некогда одно из самых красивых строений теперь в разрухе и даже без охраны. Гостиница из Сыкуль снова подверглась нападению со стороны грабителей и хулиганов. Сначала воры демонтировали все окна в здании, а на днях попытались вывести металл. Почему охрана такого крупного объекта допускает разграбление вверенного ей имущества? Неизвестно. Как и пока сама судьба здания гостиницы. Зато выяснилось, что буквально неделю назад ее вывели из списка исторических архитектурных памятников города. И теперь, как сообщили в управделами президента, на чем балансе и числится объект, начнется активный поиск инвестора для государственно-частного партнерства. Ведомстве склоняются к тому, что на этом месте все равно будет отель. Запрашивали у авторов проекта разрешение о том, чтобы вывести его из списка памятников. И было получено согласие. Они тоже одобрили этот вариант, что оно уже устарело. То есть это было по советским ГОСТам и по советским проектам все это было построено. Сейчас они не выдерживают новых стандартов, новые реалии сейчас. Поэтому было принято решение ими, что возможно надо выводить и произвести реконструкцию данного здания. Я думаю, что в этом году мы уже подготовим все необходимые документы. И я думаю, что уже к осени мы объявим новый тендер, то есть аукцион, то есть тендер, но на строительство объекта. Мы не знаем, что будет, но руководство будет только решать, что мы там будем строить. Рубить деревья, чтобы на их месте высадить зеленые насаждения. Заасфальтировать тротуары, а потом разбить, чтобы установить рекламный щит. Расширять улицу, которая ведет в тупик. Эти и другие решения муниципальных служб удивили горожан. Многие бешкекчане вот-вот ожидают экскаваторы в спальнях своих частных домов. Например, жители улицы Бектенова. Расширение будет за счет их дворов и заборов. А у рынка Мадина коммунальщики решили избавиться от крупных тополей. Бороться со смогом от расположенной по соседству трубы столичной ТЭЦ будут саженцы. Это уже в предстоящий понедельник в Бешкеке стартует вторая фаза реабилитации уличной сети. Асфальт может и будет новым, а вот жизнь некоторых горожан прежней уже никогда. В центре Бешкека возле железнодорожного вокзала отрезок автодороги давно не ремонтировался. И сейчас он практически разрушен. Как говорится, яма на яме. И это только Бешкек, не говоря уже о вокруг расположенных новостройках. Так, в этом году управление капитального строительства при мэрии Бешкека собирается реконструировать порядка 70 километров столичных автодорог. Уже в этот понедельник столичные водители ощутят неудобства. Передвижение по многим городским улицам будет ограничено. Связано это с тем, как отметили в управлении капитального строительства, что в городе стартует очередная вторая фаза реабилитации уличной сети. На средства, кстати, все того же китайского гранта. Дорожные службы возобновят работы пока на более чем 10 участках улиц. В целом же второй этап рассчитан на два года. В результате чего Бешкек получит еще пять мостов и обновленные дорожные полотна на 60 улицах. Многие из них будут расширены или построены заново, включая тротуары и ирригационную сеть. Первая фаза благополучно завершена и все, что сделано, сданно в эксплуатацию. Подписано специальное соглашение. В этом году в рамках второй фазы мы собираемся проложить асфальт на 43 столичных участках. Например, если взять улицу Интергельпо, то там будет вырублено около 100 деревьев. Ведь необходимо 9-метровую дорогу расширить до 11 метров. Сейчас мы ведем переговоры. Ну а этот мост находится в непосредственной близости от Ботанического сада. Это пересечение улиц Алматинская и Сухебатора. В этом году в план также включена и его реконструкция. По обоим сторонам канала будут построены дополнительные мосты. Таким образом, что свободно смогут перемещаться не только пешеходы, но и автомобили. Сейчас рабочие занялись уже самой трассой. Подсыпают щебень и выравнивают землю. Ее протяженность составляет 700 метров. Будет две полосы. И с каждой стороны канала тротуар. В плане разгрузки автомобильного движения район может быть и выиграет. Но в экологическом смысле он точно потеряет. Дорога пойдет через ботанический сад. А значит под сруб пойдет растительность самой ботаники. Местами передвинут забор. А сколько выкорчают стволов с крупными кронами, остается только с ужасом представлять. Я просто буду сами это не узнаем. Поэтому... Позвольте, пожалуйста, и кипятки. Не рады предстоящей реконструкции и жители улицы Бегтенова. Негодуют, зачем власти собираются из маленькой улочки в спальном районе сделать 7-метровую магистраль с тротуарами. А главное, расширение чиновники намерены достигнуть путем сноса большинства заборов домов жителей и имеющихся зеленых насаждений. В некоторых случаях пострадают и сами дома. Жители отмечают, что мэрия также планирует построить автодорожный мост через южный Бычака на пересечении с улицей Скрябина. Все эти манипуляции с перестройкой жители находят бестолковыми, потому что улица небольшая, заканчивается тупиком и никак не сможет разгрузить проблемные проспекты. В то время как рядом имеются более широкие и удобные для реконструкции улицы, на которых уже есть готовые тротуары и мосты. Да и сносить там ничего не придется. Здесь планируется у нас по улице Скрябина снести пешеходный мост и сделать автодорожный. Мы против этого. Хотят сделать 7 метров шириной. Здесь спали район, здесь играют наши дети. Мы против этого. Мы хотим, чтобы нам поменяли асфальтное покрытие. И возможно в первую очередь расширение дороги данной оно не приведет к разрушечной позиции улицы Карломарса. То есть более логично и правильно. Мы считаем, что нужно делать такие улицы, как Матросово, такие опытовки, на которые действительно смогут разгрузить улицу Карломарса. И там уже есть автодорожные мосты. В целом это тихая, спокойная, спальная улица. Мы когда хотим пройти безопасно или в сторону рынка, или в сторону магазинов, мы именно идем по этой улице. Потому что здесь наименьшее количество движения машин. Здесь хотят построить какую-то магистральную дорогу. И самое главное, через Скрябин, через канал проложить мост автодорожный. Ну это уже для нас смертельно. Почему? Потому что люди, просто открыв дверь из дома, попадают на эту дорогу. Это уже опасно. Детям абсолютно негде выйти. И вот это единственная улица, куда сбегаются с трех улиц дети и играют вечерами в футбол. Граждане отмечают, что ремонт дорожного полотна – это хорошо. Однако авторы проекта реконструкции, они считают, подходят к этому неграмотно. Вместо капитального ремонта, например, довольно функциональной улицы Жукеева-Пудовкина, в списки вошли маленькие внутренние улочки тех или иных районов. А Пудовкина который год в очередь на реконструкцию так и не попадает. Кроме того, текущие дорожные проекты влекут уничтожение многолетних деревьев, на замену которым обещают по два саженца. Но достичь нормальных размеров, которые смогут, не ранее, чем через десяток лет. В управлении капитального строительства говорят, что изначально планировалось вырубить 4000 деревьев. В списке на вырубку в ближайшее время – 1000. Елиси Кирпиченко, Акзат Тюлеев, НТС. В Бишкеке появилась учительница, которой всего 11 лет, но ей уже есть чему научить других. Бермет Кочкунова, как и другие ученики, с марта прошлого года оказалась на дистанционном обучении. Уроки были сокращены, да и тратить время на дорогу не приходилось, а значит, его оказалось достаточно, чтобы заняться чем-то еще, кроме школьной программы. Девочка взялась за английский язык и тоже удаленно, но не обратилась за помощью к репетитору, а самостоятельно освоила не только знание языка, но и методику, предлагаемую Оксфордским университетом. Теперь применяет ее при обучении детей в возрасте от 7 до 11 лет. На ее уроках побывали и наши корреспонденты. Традиционному обучению школы-столицы начали возвращаться лишь в этом январе. Тогда за парты вернулись только четыре параллели – первые, пятые, девятые и одиннадцатые классы. А с этой недели назад к реальным урокам приступили и другие учащиеся начальной школы. Следующим этапом, как обещают в Министерстве образования, в классы вернется среднее звено учеников. В общем, практически год бешкекские дети находились на дистанционке. Это, как отмечают родители и педагоги, не могло не сказаться на качестве полученного образования. Если одним ребятам не хватало финансовых и технических возможностей, то другим элементарной дисциплины. 11-летняя Бермет как раз из тех, кто времени зря на карантине не теряла. Девочка отмечает, что кроме ежедневных занятий по школьной программе, имела достаточно свободного времени для других увлечений. Подчеркну, что это стали не развлечения, а самообучение. Бермет очень преуспела в английском языке. Его она освоила благодаря своей маме. Последняя работает преподавателем в УЗИ. И вместе с дочерью они стали учить английский через сайт Оксфордского университета. Того самого, который находится в Англии. Получив доступ к учебным материалам в этом ресурсе, они не только улучшили навыки общения на иностранном языке, но и переняли особую методику его изучения. Всем этим 11-летняя учительница теперь делится со своими учениками, в числе которых есть ее сверстники. Она очень спокойная, тихая, послушная, старательная. Учится она отлично, хорошая ученица. Конечно, мне очень приятно, что у меня такая ученица учится. Я горжусь с ней. Вести уроки детям Бермет предложила ее мама. Кундуз Джузупекова не скрывает гордости. Говорит, что дочь в некотором смысле уже пошла по ее стопам. А самое главное, результатом их с дочерью увлечения стала польза для других детей. Во время карантина мы решили не тратить время попусту и искать плюсы в этой ситуации. Было очень много преимуществ, что наши дети перешли на онлайн-обучение. Они освоили много программ. Бермет особенно понравилось приложение Zoom. Видя ее увлеченность, я предложила своим коллегам собрать детей, проводить толкинг-клабы, которые могла бы вести моя дочь. Вскоре я предложила Бермет научиться обучать английскому языку. Ведь знать его и научить других не всегда одно и то же. В этом сегодня помогают разные специализированные интернет-сайты. Она и с этим справилась, а после согласилась делиться своими знаниями с другими детьми. Занятия Бермет проводят шесть раз в неделю, по 30 минут в вечернее время. Уроки ведет как раз по современной методике с использованием аудио- и видеоматериалов. Я не даю им домашние задания. Я им просто преподаю урок и просто их отпускаю. Некоторые отправляют домашние задания, некоторые нет. Когда успевают, отправляют. Когда не успевать, не отправляют. Я их не ругаю, я просто им говорю. Летом я хочу изучать детей по-английскому, которые живут в детском доме. Потому что они имеют право хорошо учиться. Бермет в семье старшая дочь. У нее есть две младшие сестры и один младший брат. Кундуз отмечает, что быть примером для других заложены в ее характере. Ну а ее опыт в личном изучении иностранного языка еще раз доказывает, что нынешнее так называемое поколение Z способно получать знания самостоятельно с помощью новых технологий и безграничного общения посредством интернета. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова